За край ливни спешат Свой рай ищет душа Как свет после дождя К нам спускается любовь С неба не спеша Радунка Повенчает берега Над тобой светлою судьбой Нежной, как любовь Стану радугой Алло У тебя все получилось? Нет, не все Меня заметили в библиотеке Тебе надо подружиться со всеми в доме Найти подход к каждому Если тебя выгонят из дома Кумачевых Ты никогда ничего не узнаешь Простите, с вами все в порядке? Женя Женя Женя, господи, а что случилось? Ничего, нормально все Женя, что случилось? Иди, нас не должны вместе видеть Машина Уже проехала Это что происходит, господи? Тебе в больницу надо, да? Нельзя в больницу Надо Вставай Потерпи, еще чуть-чуть Я его смотрю Жень, тут по-моему все очень серьезно Нужно скорую вызывать А птичка есть? У меня там только бинты, ватка и зеленка Прекрасно Что прекрасно? Здесь по-моему зашивать нужно Давай все-таки скорую, а? Слушай, я в общем у тебя отляжусь Потом уйду Ты об этом никому не должна говорить Хорошо? Да почему? Что случилось? Потому что она точно убьет и меня, и тебя В зеленку принеси Ну я пошел спать Спокойной ночи Да Пойду на свой короткий, неудобный, жесткий диван Скажи мне долго еще ждать? А то я прямо сама скажу Я как буду готова, обязательно тебе об этом скажу Я жду Ладно, я в ванную Да Что случилось? Что ты мне так поздно звонишь? Извините, но это может быть очень важно Это по поводу Жени Да Что произошло? Что с ним? Сегодня он зачем-то взял финансовые документы за прошлый год Но в том числе, скажем так, секретную информацию И исчез Что значит исчез? На работе не появлялся Телефон не работает Я волнуюсь Так, ладно, ты раньше времени не паникуй Я сейчас попробую все уладить Абонент находится вне зоны действия сети Да, Камила Он мне звонил час назад Сказал, что ложится спать и Отключает телефон Ну, наверное, за тем, чтобы его никто не разбудил Да успокойся, завтра с ним увидишься Ада, кушает Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok а мне не спалось. Ага. Ну что, все в порядке? Да. Да, первую помощь ему оказали вовремя, мне осталось только зашить рану. Спасибо, доктор. Если встретите кого-то, скажите, приходили ко мне. Мало ли что, давление померите. А, ну да, хорошо, конечно. Но вы же понимаете, что об этом не стоит никому говорить. Благодарю вас. Да, врачебные тайны, это святое, я понимаю. Выздоравливайте. Еще раз спасибо. Ты с ума сошел. Тебя могли убить. Как ты мог так рисковать? Кумачев меня подозревает, осталось мало времени. Я все должен узнать про фонд. Где ты был? Кто тебе перевязал рану? Какая разница, старый друг. Почему ты не поехал домой? Потому что за мной могли следить, мам. Господи, я чуть с ума не сошла. Обещай мне, что будешь осторожен. Хорошо. Почему ты уходишь? Пора. Надо идти. А почему маме не расскажешь? Потому что мама спит. Пусть она отдыхает. Правильно. Ты же любишь маму? Дверь за мной закроешь. Вот, держи. Это тебя на дорожку. Угу. Спасибо. А когда в следующий раз придешь, и тебе шоколадка гусь. Ты же придешь? Приду. Только пока никого не говори об этом. Даже маме. Даже маме? Наш твой секрет. Давай, дверь закроем. Все, тихо. Пока. Привет. Тебя стучать не учили? Прости. А ты где был? Ты что, заболел? Да, заболел. В боку колет. Ты действительно какой-то бледный. Может, возьмешь отпуск? Нет. Так, отлежусь, пару дней вернусь. Хорошо, я поняла. Если что-то понадобится, звони мне. Угу. Мама! Мила! Мама! Что случилось? Что вы здесь делаете? Да просто пришли посмотреть, где работает наша мама. Правда, Милочка? Да. Да, ну и хорома. Это ж с полдома нашего здесь поселить можно. И что, он здесь один живет, что ли? Мам, слушай, зачем мы пришли? Ты понимаешь, что здесь посторонним нельзя? Меня с работы уволят. Чего ты мы посторонние? Мать с родной дочкой посторонняя. С каких-то пор уже. Мамочка, уходи, пожалуйста. Да что ты нас гонишь? Ты ребенка не видишь? Целыми днями поговори, повоспитывай. Здрасте. Что здесь происходит? Кто эти люди? Да... Моя мама. Моя дочь. Здрасте. Вот как. А что, разве ты не знаешь правил поведения для персонала? Знаю. Тогда что они здесь делают? Они не знали, что сюда нельзя приходить. Я не знала, что они сюда придут. Так, что ты унижаешься перед ней? Я не поняла. Что ты оправдываешься? Знали, не знали. Захотела прийти и пришла. Мама. У нас не средневековье. Слушай, как тебе там? Галина Ивановна. На вы и шепот. Мама. А вот так? Да, именно так. А что здесь происходит? Новая горничная пригласила к нам в дом свою мать и дочь. Галина Ивановна. Ну, ничего страшного. Этому явно есть грамотное объяснение. Мать хочет увидеть, где работает ее дочь. Верно? Петя, берите пример со своей хозяйки, как обращаться с людьми. Крыса ты. Мама. А это твоя дочь? Такая взрослая. Да. Какая красивая девочка. Пойдем, я тебя чем-то угощу. Пойдем? Угу. Давай, давай, иди. А я здесь подожду. Подержи. Работай. Спасибо, что заступились за нас. Не за что. В этом нет ничего плохого. Правда, пока твоя мама работает, мы с тобой можем перекусить. Присаживайся. Ой. Ой. Ой, я сейчас уберу. Видишь, Мила, как мама твоя тяжело работает. Нужно хорошо учиться, чтобы добиться чего-то большего и не работать прислугой. Давай три. Если молоко впитается, знаешь, какой запах будет? Давай, угощайся. Бери конфетку. Ты куда? Принеси ей запить. Обойдется. Ты что, собираешься погубить ковер? Ты знаешь, сколько он стоит? А, сейчас, а я посмотрю, я тебе сейчас скажу. Сейчас, подожди, я перезвоню. Да, домик внутри ничего, а вот участок бестолковый. Почему это бестолковый? Дорожки всякие, клумбы. Здесь вон картошки сколько можно было бы посадить. А вот там, где солнышко побольше, помидоры, бычье сердце. Помидоры с картошкой можно купить. Это для красоты. Ну, как все запущено. Ты, наверное, всю жизнь ел помидоры и огурцы из магазина, да? С пестицидами и ГМО. Вот мозг и повредил. А ты кем здесь? В смысле? Ну, уборщик, что ли? Нет. Я хуже. Я осенизатор здесь. А? Пойди сюда. Хозяин я здесь. Ладно, заливать. Ты еще скажи, что ты сам, этот, кубочек. Ты уже меня хозяин жизни. Все в порядке? Алексей Борисович. Очень хорошо все. Все замечательно. Ну, ладно, я пойду. Погоди. Ты кто? Теперь уже никто. Просто погулять вышла на экскурсию. Ага. Заберите, пожалуйста, свою шоколадку. Я не хочу ее есть. Да почему? Потому что вы злая. Мила. Вы обижаете мою маму. Ну, твоя мама, как и ты, должны знать свое место. А если вам что-то не нравится, выметайтесь. Ну и, пожалуйста, ешьте сами. Ах ты, маленькая неблагодарная дрянь! Да что вы делаете? Нужно воспитывать своих детей, чтобы они не хамили взрослым. Детей бить нельзя, а кто бьет детей, тот дурак! Ты что? Это что такое? Что здесь происходит? Эта дрянь на меня напала! Срочно вызывай Полину! На кого не нападала? Она хотела ударить ребенка! Так, я все услышала, достаточно. Я вызываю полицию. По показанию потерпевшей, вы набросились на нее с кулаками. Несли несколько ударов по голове и в область почек. А после того, как она упала, пнули ее в живот ногой. Ну, это неправда. Я оттолкнула ее один раз, она врет. Уже если кто и врет, так это вы. У нас есть заявление двух свидетелей. Я оттолкнула ее, потому что она хотела ударить мою дочь. И это все. Что? Зря вы все отрицаете. Показаний свидетелей и потерпевшей будет вполне достаточно для суда. Но ваше чистосердечное признание могло бы несколько смягчить наказание. Как? Для суда? А вы как думали? Сушите сухари, гражданочка. Скоро назад. В тюрьму. Ты сказал, Камиле, что теперь ты второй вице-президент? Нет. Вот, собирался. Ты давай не тяни с этим. Ты мне сейчас будешь очень нужен, Жень. Если не секрет, для чего? Секрет. Это действительно секрет. Тебе отец никогда не рассказывал о секретном фонде. Нет. А что это? Это мое секретное оружие. Это деньги, Женя. Это очень большие деньги, которые позволяют мне дружить с политиками, которые в свое время избавляют меня от моих конкурентов. Никогда не знал. Вот теперь ты знаешь. Мне нужен человек, который будет беспрекословно выполнять мои приказы и держать язык за зубами. Теперь ты будешь выполнять роль своего отца. Я выбрал неправильный путь из-за этого. Должен взять на себя ответственность, чтобы не пострадал ни ты, ни мама. Я хочу отомстить Кумачеву за смерть твоего отца. Отец погиб. Защищай Кумачеву. Я хочу отобрать у него все. Ты слышишь? Все. И Камила станет нашим оружием. Здравствуй, Танюша. Здравствуйте. Держись, Женька. Хорошо, я согласен. Ты должен доказать мне и себе, что ты достойный сын своего отца. Представляешь, ее забрали прямо из дома. Одели наручники, провели через весь двор и отвезли в полицию. Не может быть. Что ж тебе будет сынка? Да посадят ее. Мне говорят, уже судимость была. Да ладно. Точно тебе говорю, как пить дать посадят. Вот увидишь, что. Здравствуйте. Что бы ни произошло, я никогда не отпущу эти руки. Инна? Хорошо, что твоя мама мне позвонила. Что произошло? Александра. Она все врет. Я оттолкнула ее, потому что она хотела ударить Милу. А теперь они все врут, что я напал на Александру и хотела избить ее. Так, ты для начала успокойся. Сделай глубокий вдох, выдох и расскажи мне все по порядку. Смотрю, ты уже ходишь по таким заведениям. Поговорить надо. Если надо поговорить, говори. Наедине. Клим, моя правая рука. У меня от него секретов нет. Девчонки, погуляйте, а? Короче говоря, я готов на тебя работать. На, а что ты взял, что я хочу с тобой работать? У меня документы есть, которые смогут уничтожить Канелу. Я тебе, конечно, их отдам. Только при одном условии. Этой новой горничной реальный тюремный срок светит. Это хорошо. Тот, кто ее сюда прислал, возможно, захочет ее освободить и проколиться. Думаю, он предпочтет не рисковать. Или так. Тогда ты сам замнешь это дело. Но не сразу. И очень осторожно. Вы уверены? Она бывшая уголовница, а ее отец предатель. Юра, лучше иметь известного предателя под боком, чем сидеть и гадать. Вдруг они вместо этой примитивной девочки подошлют или подкупят кого-нибудь поумнее. Понимаешь? Мама! Девочка моя. Поехали уже. Мам, извини, что я нагрубила твоей тете. Ты все сделала правильно, слышишь? Из-за меня тебя забрали в полицию. Нет. Ты же меня защищала? Иначе ты самая лучшая дочка на свете. Правда? Конечно. Конечно. Конечно, можно даже не сомневаться в этом. Давай. Иди к бабушке на кухню, а маме можно собираться на работу. Мам, ты опять пойдешь в тот дом, там, где живет вредная тетя? Иди давай. Простите. Это все? Мне очень жаль. Такого больше не повторится. Александра Игоревна простила тебя по доброте душевной и по настоятельной просьбе Алексея Борисовича. С сегодняшнего дня ты на испытательном сроке. Ну, не дать, не взять, а суд нас с Жанной Дарк. Я спасу тебя, девочка моя, от этой инквизиции. Александра. Александра, как чувствуешь себя после вчерашних побоев? Слушай, я вижу, ты регенерировала за один день. А у тебя это, в роду случайно ящериц не было, а? Ты не могла бы упражняться в остроумии в другом месте? Ну, все, все, ухожу. Значит так, если эта выскочка будет тебя еще доставать, обращайся ко мне. Посадись. Послушай, я знаю, что нам не стоит обешировать наше с тобой знакомство. Я очень хотела поблагодарить тебя за то, что ты вытащила меня из полиции. Да к черту эта конспирация. Мне нужно выговориться, а кроме тебя в этом доме некому. Что с тобой? И на когда я появилась в этом доме, кроме моего отца, никто со мной не разговаривал. Все считали, что я выскочка и что моя мама хотела разрушить эту семью. Ты не представляешь, чего я натерпелась за эти годы. Я понимаю. Ты понимаешь, каково это? Жить, тиснув зубы и постоянно бороться с этими унижениями, интригами, подлостью. Я тысячу раз хотела с этим покончить. Но был человек, ради которого я жила. Кто? Женя. Он меня постоянно поддерживал. Он любил меня. И из-за меня он чуть не погиб. Что произошло? Мы с ним сбежали, хотели пожениться. Об этом узнал мой отец. И чтобы спасти Женю, я пообещала ему выйти за сына Хвана. Милка. Бедная. Но мы с Женей по-прежнему друг друга любим и просто это скрываем. Правда, в последнее время он себя очень странно ведет. Что ты имеешь в виду? Мне кажется, он что-то скрывает. Вчера он исчез и отключил свой телефон. Давай все-таки скорую, а? Слушай, я в общем у тебя отляжусь, потом уйду. Ты об этом никому не должна говорить, хорошо? Почему? Что случилось? Потому что тогда точно он ее для меня и тебя в теленку принеси. Инка, я очень боюсь. Я боюсь, что у него кто-то есть. Слушай, может быть, тебе просто стоит с ним поговорить и узнать правду. Ты что? Я этого просто не переживу. Я выгляжу жалкой, да? Вовсе нет. Просто тебе нужно немножко успокоиться. Если хочешь, мы можем разговаривать с тобой почаще. Спасибо тебе. Ты единственный человек, которому я могу доверять. Теперь иди. Нас не должны вместе видеть. Да. Увидимся, подруга. Ирина. Ирина. Пожалуйста, отпусти меня. Нам не позволят быть вместе. Вера. Ты же знаешь, нам запрещено даже думать друг о друге. Я разведусь, и мы уедем отсюда. Да мне позволят. Но скорее убьют. А мы рискнем. А там, что Бог даст. Алексей Борисович, с вами все в порядке? Извини. Показался. Это, иди. Иди. Похоже на тихий семейный вечер. Почему же похоже? Сейчас вечер, и мы семья. Только один член семьи спит на диване. Миша, не торопи меня. Что-то я давно не видел твоего помощника. Женю? Да, вроде приболел немного. Хотел тебя спросить давно, кстати. Он какой-то странный. Вроде не урод, умный. Деньги водятся. А почему у него девушки нет? Да, я как-то не задумывалась над этим вопросом. Он не голубой? Я понятия не имею. Мне достаточно того, что он хороший помощник. Миша, я себя не очень хорошо чувствую. Пойду прилягу. Камила, я в отличие от твоего помощника нормальный и хотел бы провести эту ночь с собой. Миша, у меня правда немножко голова разболелась, наверное, от вина. Спокойной ночи. Подожди, гоня-то я! Перестань! Ой, Баняков, ты что, дурак, что ли? Чуть не умерла. Больно. А нечего к людям сзади подходить? И вообще, что ты здесь делаешь? Подожди, это что у тебя, Луи Витон, что ли? Я не знаю. Что? Ну, во-первых, он очень больно бьется. Во-вторых, она очень дорогая, эта сумка. И в-третьих, я хочу знать, тебе ее кто-то подарил или ты сама купила? Чего это тебя так волнует? А ты не догадываешься, что меня это так волнует. Так, послушай, если ты переживаешь, что я вместо того, чтобы долг тебе отдавать, сумки себе покупаю, то не переживай, это подарок. Интересно, и кто тебе дарит такие дорогие подарки, а? Басеков, у меня дочка дома ждет. Мне пора. Инна! Подарок, подарок. Черт возьми, я так и знал, а? Мам! Привет! Так, я не поняла. А почему ты одна? Где бабушка? Так она сказала, ничего не случится, если она пойдет и подышит свежим воздухом. Понятно. А с тобой что такое? Я не хочу, чтобы ты работала в том доме. Там живут нехорошие люди. И вообще, лучше выходи замуж за Босякова. Что за Босякова? Это что за глупости? Ничего, это не глупости. Бабушка сказала, если он станет моим папой, то ты не будешь работать. Мила, а как же наш с тобой папа? Наш папа умер. И тем более бабушка сказала, что он плохой. Из-за него мы тут страдаем. Ты больше никогда такого не говори. Ты поняла меня? Наш папа нас очень любил. И тебя, и меня, и даже нашу бабушку. Садись, садись, быстро. Ген, что случилось? Я тебе потом все объясню. Гена, это не важно! Никогда больше так не говори. Ты зачем меня позвал? Садись. Я могу сделать тебя президентом корпорации твоего отца. У тебя будет все, о чем ты мечтал. Деньги, власть, уважение. Как тебе? А почему я? Отец ведь хотел сделать президентом Камилу. А вот это я тебе не расскажу. Бестань жить совершенно неинтересно. Ну так что? Поговорим? Поговорим. Да. Я не помешаю? Климов? Чем обязан? Я не заберу у тебя много времени. Твой помощник, Женя, встречался с Ильей Кумачевым и предложил ему свои услуги. Бред. Зачем ему это? Бред не бред, а только мне ведь лагать не за чем. Я все видел своими глазами. Я присяду? Ну, хорошо, допустим. Знаю, что ты правая рука Ильи, пришел сюда и рассказываешь мне об этом. Ничего личного, обычный расчет. Я так понимаю, что твой Женя хочет стать помощником Кумачева, как ты выразилась его правой рукой. А так как у человека не может быть двух правых рук, меня спишут в утиль. Но с другой стороны, у тебя ведь появляется свободная вакансия. У меня есть файлы, которые могут уничтожить Камилу. Я тебе их отдам, но с одним условием. Инна, у горничной, на которую подала в суд твоя жена, с нее должны снять все обвинения. Вот так. Найдите мне Женю Ходжонкова. Срочно! Женя, нам надо поговорить. Ты же знаешь, нам вместе нельзя показываться. Это мой муж. Кумачев как-то связан с его смертью. Фотографию откуда? Я нашла в кабинете, когда убиралась у него. Так, хорош. Просто уйди из этого дома, хорошо. Пока еще кто-нибудь не пострадал. Кумачев как-то связан с теми документами, которые мне подбросили. Значит, он связан со смертью твоего отца. Мой отец умер из-за тебя. Из-за твоего папы, из-за этих идиотских документов. Не говори так про моего отца. Алисия Борисович, меня Камила вызывала срочно. Женя, я тебе предложил уйти от Камилы с повышением. Я, конечно, очень благодарен вам. Но это не подразумевало, что ты поберешь устраиваться к Илье. Ах ты, вонючий ублюдок, предатель! Камила Кумачева? Кто вы? Что здесь происходит? Мы расследуем финансовые махинации с участием вашей компании. У нас ордер на обыск, но, возможно, и на ваш арест. Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»